всем привет моя первая лекция на такое мероприятие я немного волнуюсь думаю что все пройдет достаточно хорошо почему захват домен до обеда потому что обычно да из нашего опыта внутренняя инфраструктура компании защищен гораздо хуже чем внешне да план будет такой начнем сведения посмотрим на классический метод проведения теста на проникновение дальнейшем рассмотрим первоначальные шаги после получения первого доступа первоначального доступа и часто встречающиеся недостатки в инфраструктуре которые позволяют достаточно быстро простого пользователя домена получить наивысшие привилегии администратор домена сам захватив непосредственно сам домен а если останется время вопрос а для начала несколько замечаний что не существует единой методологии проведения внутреннего пентеста каждая компания каждый специалист зарабатывать собственные шаги которые помогают ему лучше для него удобнее провести работы и выполнить поставленную задачу также еще замечание что новые терминологии как редтиминг часто путают с внутренним тестированием на проникновение методы выполнения примерно одни и те же но стоят разные задачи если в раттиме цель больше ориентирована на людей процессы которые реагируют на инциденты информационной безопасности то пентест направлен на уязвимость и технику а также бывает что компания которая заказывает внутренний пентест не знает что она хочет получить в итоге чаще всего это соответствует какому стандарту либо требования регуляторов и поэтому говорят ну вот учите домен админ и нам будет достаточно демонстрации но по сути получение домен админ это лишь промежуточный шаг потому что обычно злоумышленники проходят дальше и выполняют свои поставленные свои цели а целью могут быть сам вымогатели кражи информации кражи денег в таком виде и компания должна тоже смотреть на эти риски и от специалистов требовать демонстрацию таких же целей конечно же никто не будет ставить вымогатель но продемонстрировать можно на какой-то отдельно выделенной машине как это можно сделать обычно первоначальный доступ заказчик в двух видах это с предоставлением обменной учетной записи и доступа но чаще всего это вебианки с рдп либо просто и пен либо физический доступ к розеткам когда специалист приходит стыкает и пытается получить доступ я буду рассказывать в первую очередь конечно же о первом методе потому что второй в конечном итоге сведется тоже к этому выполнением после получения первой доменную счетную запись которая может быть либо прослушана ну то есть перехвачена в трафике либо но изъят из того же принтеры принтеры часто имеют минимальную счетную доменную запись минимальными правами но при этом домены и принтера обычно не имеют пароли очень редко меняют дефолтные пароли на принтере в телефон телефон и примерно та же самая проблема а немного о важности внутреннего пентеста да как я уже говорил что пентест внутренняя инфраструктура менее защищена чем внешне и а пентест проактивная защита специалист должен продемонстрировать некие шаги которые злоумышленник может использовать если попадет внутреннюю инфраструктуру и при этом закрыть раньше чем может быть этим воспользоваться получение во внутреннюю инфраструктуру это вопрос времени умышленников времени предостаточно и они могут использовать как уязвимостью программы обеспечения на внешнем периметре а чаще всего это конечно же будет социальной инженерии инженерия потому что человек является самым слабым звеном в информационной безопасности а и также и новое на получающая популярность а так через подрядчик либо через подрядчик либо через поставщика услуг как был злобан solar rings прошлом году а есть еще такая проблема что внешние сервера часто одним концом смотрят в интернет а вторым непосредственно сразу во внутреннюю инфраструктуру обходя mz такое тоже встречается среднее время промежуток между как злоумышленники взломали получили первоначальный доступ и их обнаружила служб безопасности там варьируется в среднем где-то около 100 дней а по нашему опыту проведения работ мы получаем одну домен админа через 30 минут самый быстрый вариант либо через три дня когда приходится ну чуть-чуть подумать классический пентес включает в себя сканирование сначала разведку потом сканирование затем поиск уязвимости и эксплуатации и после эксплуатации после эксплуатации может вернуть обратно на цикл разрезки если мы получили какую-то более детальную информацию и по опять вокруг метод неплох но имеет несколько недостатков во первых это очень шумно если вы запускаете сканер уязвимости в системе это долго потому что внутренняя инфраструктура это большое количество хостов и пока все сканируется пройдет большое количество времени а чаще всего заказчик предоставляет доступ без доменного администратора значит возникнут проблемы с установкой сканера сканеры также имеют большое количество ложных срабатываний придется за ним еще раз перепроверять что он там обнаружил и последнее это наверное такое самое сложное то что компании все-таки начинают смотреть в сторону информационной безопасности и внедрять политику обновления обнаружения уязвимости все популярные недостатки будут уже исправлены а искать zero day достаточно большое количество времени а пентесла все-таки ограничен там каким-то промежутком времени от двух до трех недель посредственно к работе я назвал слайд выбраться из коробки потому что нас изначально помещается какое-то ограниченное пространство из которого нужно выбраться и получить при этом повышенные привилегии после того как нам предоставили первоначальный доступ мы его смотрим на хосте что у нас есть инструмента защиты стоят что нам может помешать во время проведения работ в первую очередь антивирус многие полезные не очень интеллиты помечаются антивирусными компаниями как вредоносные приходится либо искать альтернативные пути запутывать допуссировать каким-то образом вот чтобы он не срабатывал антивирусными программами это технология microsoft которая первоначально была разработана для проверки скриптов скриптов на вредоносность power shell а теперь переместилась не только на скрипты но и на тут нет оске и приложения новая версия это она уже себя включают проверку амсиа а блокер тоже технология microsoft и который позволяет пользоваться ограничить пользователя от запуска программ экзешников либо скриптов ну на нашей практике достаточно редко используется но встречается но есть места если политика настроена по умолчанию есть места откуда может быть запущен это такой самый популярный windows tasks откуда запускаются запланированные задачи то есть туда можно класть или ложить бинарники оттуда и запускать без проблем также множество программ полезных написанную на пауэршелле и оплокер а не оплокер есть технология microsoft ограниченного языка которая не позволяет выполнять взаимодействие с операционной системой что сложнее проводить атаки и можно либо понизить версию до 2 чаще она еще встречается установлены по умолчанию либо обходиться другими методами написание собственного кода на нас или бы на шарпах и запускать и таким образом получается что если обе ограничения встречаются это будет затруднительно проведение работы мы стараемся не просить у заказчиков каких-то поблажек чтобы все было более-менее натурально да есть некие утилиты которые позволяют на автоматизировать этот процесс сбора информации полезно и опять же первое это сидбелт написано на си шарп зелита вторая хвост рекон это пауэршелл скрипт если есть какие-то ограничения которых я говорил выше будет проблематично и запустить придется придумывать какие-то другие методы следующий этап информация о сети чтобы понимать что у нас происходит какие пользователи какие группы какие компьютеры и сервера в качестве инструмента я лично я использую bloodhound удобная база данных на построена на теории графов которые позволяют достаточно детально визуализировать сеть особенно если она огромная и показывать связи между объектами достаточно удобно чем выгружать какие-то данные в виде обычного текста есть альтернативные варианты сбора информации о домене это микрософтовский от explorer он может делать слепых и слепых перенести на другую машину как бы и работать с данными in castle тоже имеет возможность строить графы о векторам от от и power view как вывод данных из домена теперь я перейду непосредственно которые позволяют достаточно быстро получить привилегии повышенной либо будут как предшествующим шагом к получению домена администратора первое это пароли в description 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 это поле свойствах учетной записи или компьютера в которой администраторы часто вносят пароли от пользователей чтобы наверно не забыть чаще всего это бывает вот сервисных учетных запись также на моей практике был случай когда администраторы хоронили пароли в поле телефон пароли были очень сложные но вот поле телефон пароли содержались и если выполнять команду обычно до над юзер но поле телефон в поле description выводится а поле телефон не выводится нужны другие инструменты для получения этой информации следующий это пароли в групповых политиках первое это group policy preferences это была политика которая позволяла на всех доменных машинах устанавливать локального администратора была проблема в том что строка пароля была зашифрована если не ошибаюсь а вес 26 6 и microsoft любезно эту информацию вывесил у себя на сайте что как бы позволяла достаточно быстро получить этот пароль 2014 году microsoft выпустил патч который эту информацию уже скрывает но мало кто чистит старые политики и они до сих пор действуют и можно найти пароль который будет еще действовать также встречается автолагон это когда прописывается автоматически автоматически входа для при загрузке компьютера это все видно в открытом виде поэтому не составляет труда получить какую-то полезную информацию файлы реестр для настройки приложений чаще всего мне встречались это для венсе этим ювера прописанный пароль который можно использовать для дальнейших работ ну и скрипты на там бат для каких-то автоматизированных задач для администрирования чаще всего тут пароль будет с правами хотя бы локального администратора но может быть и сразу же доменного администратора следующая техника это такая паспорт спрей распыление пароля техника для более незаметного перебора паролей то есть используется один пароль для перебора на всех учетных записях в данном случае учетные записи не будут лочится если для них конечно не установлен там одна попытка и достаточно быстро можно провести анализ кто там что использует часто бывает что компания использует разделение учетных записей администратора и обычная запись но так как пароли приходится часто менять там раз в три месяца то люди не заморачиваются ставят один и тот же пароль на разные учетные записи если вы где-то нашли один пароль можно получить и 2 а сервисную учетные записи наверно тоже из оленя тоже будут использовать чаще всего один и тот же пароль и если где-то обнаружился один пароль можно быстренько по спрейте получить для других учетных записей которые могут иметь другие привилегии пароль по умолчанию приняты в компании это когда заводится новый пользователь ему назначается какой-то пароль чаще всего это не очень сложный и пользователь сам должен поменять его но чаще часто бывает что для пользователя не ставится галочка принудительная смена пароля после первого входа в систему и тоже если вы получили такой пароль можно поспреить и получить еще больше паролей а бывают ситуации когда логин и пароль совпадают чаще всего конечно для менее привели привилегированных учетных записей но который имеет хоть куда-то доступ в отличие от наши которые там только доменный юзер технику можно использовать не только вот после там то что я раньше сказал но и вообще любую по обнаруженный пароль если он кажется имеет какой-то шаблон хотя бы вот отдаленно можно использовать для распыления пароля для распыления пароля можно использовать не только нтлм на антификацию но и керберос и техника то же самое но генерация в журналах событий будет совершенно другая и в случае если до лагон фейл будет скорее всего регистрируется всегда на будет отмечаться то по керберсу это может быть пропускаться что такой недостаток конфигурации файловые ресурсы на у нас пользуются есть файловые ресурсы общие файловые ресурсы и часто эти ресурсы используются пользователям для сгружания ну все информации своих бэкапов каких-то настроек и и часто бывает что эти файловые ресурсы имеют неправильное разграничение доступа и любой пользователь может если не изменить данные то хотя бы их прочитать а и в таких на файловых ресурсах можно искать пароли в файлах конфигурациях в инструкциях в обычных текстовых записей хранилище пароли тоже можно использовать если мастер ключ на есть быкап хранилище паролей можно попробовать теперь перебрать по словарю и получить мастер ключ мастер паспорт резервные копии также да могут содержит содержать пароли и почтовые архивы почта сама по себе может содержать пароли потому что чаще всего доступ каким-то системам даже из холдесков до присылается на почту и говорят вот у вас такой пароль и это и письма они хранятся в почте и если заказчик не против что пошерстить по почтовым ящикам и можно найти интересные вещи керберас все знакомы да как работает керберас керберас основан на так называемых билетах доступа сначала пользователь шифрует своим нтлм пароль с паролем в нтлм временную метку и отправляет на контроллер домена который является центром распределения ключей дальше этот кдц так называемый расшифровывает эту метку и говорят о ты этот пользователь значит тебе можно доверять и тебя отправляет так называемый тгт тикет билет для запроса билетов дальше если мы хотим получить доступ к какому-то сервису который позволяет аутентифицироваться с помощью кербераса мы опять же контроллеру домена отправляем свой тгт и говоря мы хотим получить доступ к такому-то сервису контроллер домена говорит окей вот тебе сервисный тикет который ты можешь использовать чтобы передать его на сервер который сам уже будет проверять имеешь ты доступ к нему не имеешь и вот этот сервисный тикет в внутри себя содержит зашифрованную часть который будет будет проверяться именно сервисом тикетом это опять на базе вот нтлм хэша пароля и когда и а керберостинг заключается в том что вы любой пользователь домена авторизованных пользователь домена может получить запросить сервисный тикет для сервисной учетной записи и получив эту информацию можно вычленить кусок необходимый и начать его расшифровывать по пароль буртфорс если используется слабая парольная политика то мы можем получить пароль в открытом виде и чаще всего сервисные учетные записи они обладают большими привилегиями хотя которые им не нужны единственное условие которое нужно для керберостинг это в сервисной учетной записи должна быть в атрибуте сервис principal name должен быть прописан некий spn он спн это сервис для которого якобы выдается этот тикет но не обязательно должен быть правильно главное должна быть запись в верном формате другая прожарка до кербероса это айс реп роустинг редко встречается но все же иногда стоит проверять как я уже говорил по керберос пользователь отправляет временную метку зашифрованную ntlm хэшем своего пароля и если у пользователя стоит флаг не проверять при аутентификацию до кербероса то мы отправляем некий запрос а домен возвращает зашифрованный тикет ntlm хэшом вот этого пользователя мы для любого пользователя для которого стоит этот флаг можем запросить their ticket и опять вычленив кусок который зашифрован перебрать слово ну там или по каким-то паттернам метод отлично работает но если его использовать в во время актива да когда на нас активно смотрят защитники Pors ciert туре то надо это делать достаточно аккуратно там по одному запросу там в час в два ну чтобы меньше выдавать алертов база данных msql достаточно часто встречаются в инфраструктуре и часто бывает что некорректно настроено бывают что любой пользователь в домен и получает доступ так называемого гостя и может обращаться к неким частям базы данных мы как-то с ней взаимодействовать конечно там не будет никакой такой секретный приватной информации но можно делать некие запросы можно попытаться повысить свои привилегии до супер админа до учетной записи пароли также можно искать в файлах конфигурации на общих ресурсах некие некоторые приложения которые используют базу данных msql как основную могут устанавливать пароль по умолчанию для себя он не будет изменяться и если мы знаем что эта система использует такой пароль мы можем получить доступ от имени этой этого пользователя часто бывает что тестовый база данных содержит пароль логин такой же как мой пароль такой же как и логин и чай чаще всего это пользователи с привилегиями как раз супер админа если мы получили доступ с супер админа до из и то мы можем взаимодействовать запускать команды операционной системы через базу а самая распространенная это хранимые процедуры xp 7d shell с 2005 версии мы со сквеля она отключена по умолчанию но при наличии привилегий супер админу можно ее включить и использовать то есть и другие способы взаимодействия с операционной системой это поле запросы так называемой и написание собственно хранимых процедур с применением там ассемблер ну то есть кода дут на это также есть если серверов много бывают связаны сервера это значит что один сервер пытается получить информацию из баз из таблицы база другого сервера и особенность здесь заключается в том что когда настраивается связь то запросы до связанный сервер делаются от имени того пользователя который который эта связь выполнен но настроена часть всего это конечно же бывает супер админ и бывает что мы начинаем с одного с одного связанного переходим на другой на третий возвращаемся обратно и уже получаем привилегию системного супер администратора хранимые процедуры это по умолчанию они существуют это xp dir3 и xp file exist это процедуры которые позволяют взаимодействовать с файловой системой и первое это запрашивает структуру каталога а вторая проверяется существование файла об их обе хранимые процедуры поддерживают так называемую инсипов это когда ставится два обратных слыша и дальше имя и хостай или его айпишник и указание на какой-то файл а здесь слабость заключается в том что если мы поставим перехватчик аутентификации типа респондера либо металл тлм реле да то мы можем перехватить хэш и попробуйте перебрать ну по сути если это сервисная домена учетная запись то по сути это будет как напоминать атаку кирби ростинг но немного в другом это не другой хэш а если в качестве сервисной учетной записи используется local system то есть локальную учетную запись что мы получим в ответ хэш компьютера это хост компьютер с долларом на конце объект домены файл этот хэш его нельзя использовать для атаки паза хэш когда мы вместо пароля можем принципе отдавать его нтлм хэш и контроллер домена как бы будет понимать что это равносильный а при нынешних конфигурациях мы получаем другую версию на этом тлм так называем который нельзя передавать но этот хэш можно ретранслировать на другой хост куда есть где вот это сервисная учетная запись имеет привилегии я часто встречал что база это мссql запускались от домена учетной записи администратор пришли такая учетная запись сразу дает некие повышенные привилегии и такой последний быстрый способ получить домена администратора это центр сертификации актив директоре исследователи из компании спектр опс пару месяцев назад выпустили большое исследование на тему какие уязвимости и недостатки содержит центр сертификации актив директоре я становлюсь на одном их там восемь основных и пять по моему таких побочных ясность на одном он самый простой при обнаружении что есть шаблон сертификата который не при выпуске не требует подтверждение от администратора и позволяет использовать использоваться для аутентификации в домене можно и имеет некую особенность что можно указать альтернативное имя для ну то есть в поле альтернативное имя можно выпустить сертификат для любого пользователя для администратора домена для там директор компании и дальше использовать этот сертификат для аутентификации это очень очень быстро даже практически не требует никаких дополнительных средств для выполнения этой атаки ну а дальше а дальше что по моему опыту мы уже имеем если не сам домен администратор то какую-нибудь учетную запись который является администратором на каком-то сервере а дальше уже дело техники либо мы пытаемся сдампить процесс забрать его себе и дальше уже излечь из него либо пароли в открытом виде либо хэши от пользователя и наверняка нам окажется что среди этих данных будет доменный администратор второй вариант если мы по каким-то причинам не можем извлечь ну сделать дамп процесса касперский например по умолчанию запрещают делать дамп процесс то мы можем попробовать захватить извлечь данные о ТГТ тикетах и получить тикет для пользователей которые там аутентифицировались ну до после перезагрузки и уже используя этот тикет передавать его в качестве аутентификации для сервиса керберс да это вот касается как раз бокового движения а также бывает что в домене администраторы некорректно настраивают права доступа к пользователям группам и которые позволяют там как как-то изменить либо назначить каких-то дополнительных права либо прочитать изменить атрибуты либо просто тупо сбросить пароль и вот если есть generic right на какой-то объект то можно если это пользователь то можно прописать ему SPN запись и выполнить так называемый тагетированный керберостинг а чаще всего то эти права да для атаки используются для делегирования керберос я не буду глубоко погружаться в делегирование но проблема была в том что проблема так называемого двойного прыжка керберос не умеет с одного хоста запрашивать тикеты для другого для этого была придумана технология делегирования когда мы доверяем хасту ну сервису который за нас будет запрашивать вот этот вот тикет есть ограниченные делегировании есть неограниченные о 서로 Неограниченное нас не ограничивает в виде сервисов, которым мы можем запросить тикет. Ограниченное, соответственно, ограничивает нас запросом. Но оно условно ограниченное, потому что можно в качестве альтернативных сервисов прописать сколько угодно их. У меня на этом, наверное, все. Можно задавать вопросы, если у кого-то есть. Функционалу, что это? Это почта, это антификация, это файловое хранилище, это удаленный доступ. Вот все эти моменты можно уже реализовать без домена. Вы видели процессы переходов доменных сетей на бездоменные технологии? Нет. А что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что в принципе это есть. Если компании, которые отказываются от Windows систем, от слова вообще, и переходят на Linux, там может также использовать тот же LDAP, OpenLDAP, те же самые запросы. И мы просто поменяем вектор атак на немного другую. Но когда произойдет переход, я не могу сказать. И он будет не очень быстрый. Потому что Microsoft, да, AD, это очень удобно, пусть не безопасно, но очень удобно для большого количества управляемых объектов. Еще вопросы? Ну, наверное, тогда все. Спасибо. Спасибо.